Всем привет, с вами Добгайм, и сегодня мы поговорим про политику ВВВ Виктория 3, поговорим про законы, какие вы хотите менять, причем менять в первую очередь, какие вы хотите в первую очередь институты продвигать, что вообще за партии здесь, да, откуда складывается их уровень влияния, какие вы хотите партии продвигать, какие подавлять, все вот это вот. И начнем мы, пожалуй, вот с тех партий, которые у нас дают власти. Это землевладельцы и это крестьяне. Итак, землевладельцев вы хотите подавлять почти всегда, они почти против всех ваших законов будут противостоять. Крестьяне на первое время будут поддерживать ваши законы, по крайней мере, законы типа отмены крепостного права, отмены крестьянского ополчения, такие вот законы. Но дальше они уже будут противиться многим законам, поэтому к середине игры их не стоит поддерживать. Этих ребят стоит подавлять с самого начала игры и до конца, ну, конечно, когда у них уже мало процентов, то подавлять их смысла нету, они уже не всплывут. Дальше. Монахи-буддисты. Тоже некоторые законы они могут поддерживать, но в целом они очень против многих законов полезных, так что я бы их вообще не затрагивал. Если они за, то повезло, если против, то не повезло. Самураи. Очень, ну, как я называю их этими партиями, но на самом деле это просто локальное название у Японии. Не сильно задумывайтесь о том, что это именно самураи. Партии плюс-минус одинаковые у всех стран. Так вот, самураи, вначале тоже они будут очень много поддерживать законов ваш, типа смены местной полиции на профессиональную, смены крестьянского оплачения на профессиональную, но они также будут против каких-то вот таких вот консервативных законов, то есть они будут против отмены крепостного права, они будут против отмены каких-то еще прав, отмены каких-то свобод, я имею в виду отмены запрета свобод, извиняюсь. И, соответственно, вы в целом хотите их подавлять, но вы не хотите, чтобы они сильно далеко ходили То есть вот как сейчас 10, это умеренно, это нормально, двигать их ниже не стоит По той простой причине, что у них есть очень важный в игре баф на войну Баф на войну в этой игре очень сложно найти, но у них есть просто так 15% атаки защиты, если они лояльны Лояльность их получить очень просто, допустим, сейчас 5, мы повышаем зарплату, получаем еще плюс 5 Все, у нас есть баф А если у вас есть лоялисты, то у всех ваших партий будут плюсы к лояльности Включая самураев То есть вам не обязательно надо будет повышать так сильно зарплаты Вы и так сможете набрать лояльность И если они могущественны Сейчас у нас, допустим, могущественные сигонаты Давайте-ка посмотрим на их влияние Вот они становятся мощными, если их влияние повышается на до 20 и более процентов И это удваивает все их бафы и дебафы То есть самураи могут давать нам 30 атаки и 30 защиты просто так За то, что они нас любят и за то, что они сильные Поэтому эта партия очень важная Ее нельзя подавлять слишком сильно Но тоже поддерживать они не стоит просто так Интеллигенты и профсоюзы Я бы объединил их в одно примерно поле Потому что они позволяют нам продвигать очень много хороших законов По всяким там переходам по экономикам По всяким переходам по правам А мы хотим это продвигать Мы позже перейдем к законам И я чуть-чуть лучше поясню почему Далее промышленники Тоже очень хорошая партия в начале Они очень много хороших экономических законов в начале поддерживают Но к середине лейту Они будут противиться всем законам на повышение качества жизни населения Соответственно к середине мы перестаем их поддерживать Но в начале они вполне себе застают поддержки Как и профсоюзы они часто начинают с минимальным процентом на отсталых странах Потому что у нас нет капиталистов У нас нет людей, которые симпатизируют эти партии Соответственно вместе с постройкой новых фабрик Вместе с развитием капиталистов Развитием рабочих на этих фабриках Эти партии будут расти Милки-буржуа это всего лишь чиновники Они почти всегда очень маленькие Я бы сказал, что они не тоже достойны внимания Как и допустим какие-то монахи и крестьяне Они поддерживают некоторые приятные законы Допустим бюрократию, смену сподобственных чиновников Но кроме этого польза от них не сильно большая И в правительстве вы их вряд ли будете ставить Теперь еще поговорим про их бафы Во-первых, плюс-минус бафы вы можете посмотреть, когда наведетесь Я поэтому о них слишком много говорить не буду Но упомяну самое важное Во-первых, стоимости технологий Это промышленники, промышленность, интеллигенты, общественность И вооруженные силы это военные технологии Соответственно, если вы делаете их влияние больше 20 То это 20% скидка, это очень круто Далее, институционный пул капиталистов Очень хороший баф И еще очень хороший баф Это доля рабочей силы от профсоюзов То есть больше ваших людей могут пойти на завод работать Это на самом деле коллитуд становится проблемой Рабочая сила реально может закончиться И как я уже говорил, этот баф атаки и защиты от самураев тоже Я бы сказал, самый сильный баф Перейдем к влиянию От чего она складывается Во-первых, от благосостояния Но это сейчас из-за законов В целом, политическая сила складывается в зависимости от ваших вот этих двух законов И в основном как раз это распределение власти То есть если мы пойдем сюда, видите Мы бафаем их политическую силу В зависимости от каких-то вещей То есть, допустим, здесь голоса грамотности Просто голоса Голоса каких-то конкретных людей Но пока у вас нет выборов Вам в принципе о голосах не стоит задумываться Как мы можем подавлять партию Кроме вот этой кнопки Замечу, что эту кнопку нельзя применять На партии, которая у вас в правительстве Соответственно, вот такие вот землевладельцы в правительстве Вам подавить не получится Вам либо нужно их выкидывать Что на самом деле часто очень чревато Потому что у них большое влияние Плюс из-за нашей формы правления Так как у нас правительство состоит в этой партии Мы не можем Извините, не партия в группе Мы не можем на самом деле ее тоже выкидывать Потому что из-за нашей формы правления Очень важно В какой группе состоит наш правитель От этого очень много легитимности идет А конкретно того, что партия, в которой состоит правитель Находится в правительстве Так вот, как подавить такую партию? Во-первых, надо посмотреть, что дает им больше власти Множество законов, видите? Мы можем начать с легких законов Чтобы постепенно их ослаблять Очень часто можно сменить, допустим, местную полицию И христианские ополчения Это уже отбавивает им неплохую часть Кроме того, здесь, видите, есть какие-то адмиралы Генералы, в нашем случае генералы Которые тоже дают им власть В зависимости от своего звания Соответственно, их мы можем повольнять Но надо быть аккуратным Если влияние Точнее, отобрение Этой партии упадет меньше 10 Они выйдут из правительства и станут злыми Их нельзя будет дать обратно Пока их лояльность не вернется в нужное В больше минус 10 Это очень важно, потому что у вас может отвалиться легитимность И какие-то законы, которые вы принимали Резко станет невозможно принимать На что вообще, кстати говоря, влияет легитимность? На скорость принятия закона То есть, мы, допустим, хотим отменить крепостное право Смотрим У нас кружочек проходится за 145 день Круг Это тик, после которого будет какое-то событие То есть, успех, либо какой-то ивент на дебат, либо какой-то ивент на затягивание Соответственно, видите, всего лишь 140 Мы, допустим, легитимность снижаем Замечу, легитимность также снижается от размера правительства Можно этот дебаф уменьшить парламентской республикой Ну, такими законами, да? Здесь тоже есть Но он все равно останется Так вот, теперь мы будем принимать этот закон бесконечно Потому что наша легитимность 0 То есть, она сказывается именно это Кроме того, еще авторитет влияет на скорость принятия законов И еще одно маленькое Эти маленький интересный факт Одобрение можно получить еще Получая много лоялистов Лоялисты При их достаточном количестве Повышают одобрение партий, в которых они состоят Это может быть очень полезно Если у вас много лоялистов Вам, как правило, вообще не стоит волноваться о правительстве И давайте поговорим о законах Начнем мы с экономики Здесь мы хотим почти всегда свободную конкуренцию Потому что это дает инвестиционный пул капиталистам Самый большой А именно они дают нам самые большие деньги в игре Мы можем строиться за счет их То есть, у нас сейчас нету статьи доходов от них И статьи расходов от строительства Но они покрывают статью расходов на строительство Какие именно строительства Зависит от вот этого вот списка То есть, свободная конкуренция Это не такой большой список Но, на самом деле, обрабатывающей промышленности И вот этих вот плантаций и рудников Очень много Так что почти вся ваша стройка Будет за счет капиталистов Но стоит понимать, что у них тоже Инвестиционный пул не бесконечный Но с помощью этой реформы Он реально повышается И вы реально можете где-то на миллион строиться Просто за счет них Конечно, если они достаточно богатые Интернационизм Это что-то вроде мини-версии Особой на конкуренции Вы еще получаете от 300 кратов инвестиционный пул И тут список чуть побольше Но капиталистов у вас, как правило, больше Как правило, они богаче Соответственно, в два раза больше капиталистов Получать намного выгоднее Акрарность, как вы можете видеть Не дает вам получать от капиталистов Так что вы не хотите акрарность Но если у вас, допустим, стоит традиционализм Вы вполне себе хотите перейти Хотя бы в акрарность Потому что традиционализм запрещает вообще Инвестиционный пул формировать И видите, он еще и снижает потенциал налогобложения Что очень неудочно Неприятно Командная экономика переводит Вот эти деньги, можно сказать, в ваши налоги То есть в больше налогов И инвестиционный пул полностью пропадает Если говорить экономически То это невыгодно Однозначно Но только с командной экономикой Может быть коммунизм В любом случае идем дальше Торговая политика Издальционизма мы меняем на что угодно Свободная торговля меняется на Что-то из этих двух И здесь мы хотим протокционизм Мы не хотим меркантилизм Потому что он запрещает частную собственность Для торговых центров То есть мы не можем получить еще больше капиталистов А торговых центров на самом деле очень много Допустим, если где-то в середине игры менять То я помню, у меня была ситуация Когда я где-то Под тысяч, не знаю, двадцать Просто капиталистов получил Сменив вот этот вот метод И это очевидно очень много И это очевидно очень много денег Свободная торговля убирает пошлины Пошлины это очень много денег тоже Если у вас идет активный импорт-экспорт Вы не хотите это делать Кроме того, это позволяет Любым странам выкупать у вас Просто огромное количество ресурсов И этих ресурсов может не хватать для ваших же фабрик Представляете? Это ужасно Идем дальше Налогообложение Стандартным я бы назвал налог на душу Очевидно, мы отсюда хотим идти вниз Можно ставиться на пропорциональном налоге Он будет давать вам обычно больше денег Прямо сейчас нет Потому что у меня просто нету богатых У меня нету тех, кто платит нормальные налоги Но с повышением богатства моего населения Это станет выгодно Кроме того, есть прогрессивный налог Он чуть-чуть, можете здесь посмотреть По-другому ставит По-другому налоги Снимает Он снимает больше дивидендов И меньше с подоходного То есть он больше обирает именно капиталистов И на богатые слои Это может быть выгоднее Может быть невыгоднее В зависимости от того, как у вас сформировалось население Но я обычно так не делаю, потому что Именно капиталисты у нас формируют инвестиционный пул И этим вы его можете подрезать Вы так, скорее всего, не хотите делать Дальше Колонизация Очевидно, мы хотим что-то из этого брать Переселение в колонии Даст вам больше населения в ваших новых колониях Если вы хотите их застоитить, к примеру Либо просто вы хотите какой-то новый ресурс получили Там мало населения Но вы, в принципе, хотите, чтобы туда приехало больше населения Чтобы построить там больше каких-то рудников или плантаций Эксплуатация же даст вам больше выхлопа Просто с текущего населения Она дает больше товарооборота с невключенных областей За счет уменьшения дохода от натурального хозяйства Что практически, типа, ну никак не влияет Потому что вы обычно все население в новых колониях И так отправить в какие-то фабрики или куда-то Натуральных хозяйств не получится И минимум начальных зарплат снижается, да То есть тоже не сильно страшно На самом деле это даже в целом неплохо может быть Потому что зарплаты уменьшают прибыльность ваших предприятий И снижение напряжения это на самом деле плюс Цвет неправильный Ну как, по крайней мере, по логике продукции это может быть минус Но на самом деле вам хочется иметь напряжение Вам хочется, чтобы вы восставали ваши колонии Потому что тогда земля восставших полностью присоединяется к вам после войны И вы колонизируете намного быстрее Даже если вам, допустим, не хватает технологий, чтобы колонизировать это самому То есть тут в итоге выбор просто Хотите вы больше населения в том, что вы захватите Или вы довольны и можете просто использовать то, что уже есть Полиция, вы почти всегда хотите профессиональную В военизированной есть дополнительная смертность от беспорядков Поэтому у вас будет меньше населения Вы, соответственно, не хотите этого Беспорядки у вас периодически будут случаться, достаточно часто Так что просто профессиональная полиция Может, она просто лучше местной И она не дает силу землевладельцам Дальше образование Вы хотите государственная школа, однозначно Они дают самые лучшие бафы Тут все просто Здравоохранение аналогично Государственное, лучшие бафы Теоретически вот это вот может давать больше Смертности, да Больше уменьшать смертность Но я не до конца уверен, что это работает как надо При пятой реформе здесь вроде как Больше одного процента, но это не точно Потому что на четвертой здесь пишется один До четвертого уровня здесь везде пишется ноль Так как мы не можем посмотреть точно Очень сложно сказать Но в теории может быть это больше Но я бы сказал, что не стоит Гнаться за каким-то микропроцентом здесь Потому что непонятная математика Идем дальше Права человека и свобода слова Мы хотим защищать свободу слова Потому что это повышает распространение технологий И это очень важно Потому что распространение технологий Могут качаться сразу все три ветки технологий Если уже какие-то технологии были исследованы кем-то еще Этим вы очень себя бустите по техам За счет снижения авторитета И влияния подавления и поддержки К середине терролиту вы перестаете вообще подавлять И поддерживать кого-то Так что, ну, однозначно Это лучшая реформа Дальше Крепостное право вы хотите однозначно отменить Если оно у вас есть А дальше вы хотите подавить регулирующие органы Они снижают смертность от опасных условий работы То есть, допустим, всяких шахт Защита прав отличается лишь тем, что здесь еще повышается минимальная зарплата Из-за минимальной зарплаты уменьшается прибыль заводов Я бы сказал, что мы не хотим снижать прибыль Ну, заводов и вообще любых производств Детский труд мы однозначно хотим убрать Он, во-первых, дает смертность, что очень-очень неприятно Во-вторых, только так мы можем наш институт образования дамаксить А это супер важно Соответственно, всегда обязательно Право женщины Чем ниже мы идем, тем больше у нас доля рабочей силы Сверху у нас уровень рождаемости Вначале нам не сильно хочется менять этот закон Пускай уровень рождаемости будет чуть повыше Но со временем мы обязательно хотим иметь больше доли рабочей силы Но, опять же, только в тот момент, когда у нас кончаются рабочие Когда у нас уже мы хотим что-то построить А видим, что работников ноль До этого момента, в принципе, смысла идти здесь вниз нету Социальная защита, я считаю, что это бесполезно Если кто-то понял, что это на самом деле имеет какую-то невероятную пользу Пожалуйста, напишите Мне тоже будет интересно узнать По факту мы просто платим деньги населению, чтобы не было меньше политической силы На мой взгляд, это очень глупо и бесполезно Миграция, смотрите, если у нас уровень жизни нормальный То к нам будут захотеть мигрировать Соответственно, мы тогда можем открывать границы Если у нас плохой, то мы скорее не хотим, чтобы от нас уезжали Все очень просто Вот это вот дискриминируемое запрещают Но мы хотим, чтобы никого не дискриминировали Так что такое Рабство мы хотим всегда запрещать Потому что рабы сказываются на среднем уровне жизни А средний уровень жизни очень важен для различных показателей И для получения образования, и для миграции Рабство ужасно Дальше, внутренние дела Мы хотим гарантию свободы Это самое лучшее здесь Однозначно, потому что она снижает и радикализацию, и повышает лояльность Любые другие законы всего лишь могут немножко снижать радикализацию А здесь сразу в обе стороны работают Супер сильно Еще и революции или отделения снижают прогресс, что делают другие законы Альтернатива здесь вот единственная Тайная полиция чуть-чуть повышает подавление каких-то групп Что может быть полезным Но я бы сказал, что это не стоит снижение радикалов и повышение лоялистов Это слишком хороший размин Здесь мы хотим почти всегда что-то из этого трева Из этих трех А точнее, как всегда Другой вопрос, что хотим мы из этих трех Смотрите Профессиональная армия Максимум уровень казарм То есть максимальная текущая регулярная армия, которая всегда поддерживается Это немного невыгодно Потому что вы очень много на это денег отдаете Национальное ополчение дает вам больше призывников Вот именно с вот этого вот призыва То есть регулярные вот они всегда Вы за них всегда платите Так что я бы сказал, что, наверное Платить лишь периодически Чуть лучше И массовый призыв позволяет вам максимально Сделать и казармы, и призывные пункты И обучаются они намного быстрее То есть, ну, я бы сказал, это самый лучший такой Единственный минус У них чуть меньше доля призывников Чем он сам на ополчение Но клейту Этот один процент Вообще пыль Потому что решают качество И какие-то перки генералов Бюрократия Здесь все просто Мы хотим откладываться Чиновников Избавляться Потому что это повышает силу Землевладельцам И добавляет у нас Работников-аристократов Вместо чиновников Соответственно, мы хотим Либо назначаемых, либо избираемых Избираемые снижают затраты бюрократии На институты То есть, если у вас очень много институтов То вам, в принципе, избираемые Полезные Здесь же повышается потенциал налогообложения То есть, на то же количество населения Допустим, посмотрим Вот здесь вот Нам понадобится намного меньше Станий То есть, я бы сказал На больших населенных странах Вот это вот намного полезнее Вот этого вот Но, опять же, ситуативно Церковь, мы хотим Полное разделение Мы хотим, чтобы никого не дискриминировали Здесь гражданство тоже Дискриминация понижает И уровень жизни И ухудшает образование Ухудшает зарплаты Мы хотим, чтобы наше население было образовано Чтобы имело хороший уровень жизни Это взаимосвязанные вещи Из-за этого и налоги платят Соответственно, дискриминация плохо И распределение власти Здесь больше, что вам хочется Что вам удобнее Как вам удобнее играть С понижением Здесь авторитет Убавляется И дается больше политической силы Различным Каким-то группам населения В принципе, здесь вы можете посмотреть Почитать Просто суть в том, что На экономику как-то это не сказывается Это всего лишь то, как вам удобнее будет играть И кого вы хотите Как бы, да, в своей стране поддерживать Примерно то же самое здесь Единственное Здесь некоторые реформы как-то меняются Могут залочить какие-то другие Допустим, Советская Республика Видите, она запрещает Несколько производства методов На самом деле Она запрещает частные публичные собственности То есть, грубо говоря Она запрещает капиталистов И делает вашу экономику командной Вот, но в целом Монархия вполне себе тоже может оставаться Если у вас есть какие-то более важные законы То это вы можете не менять В целом, я бы назвал, наверное, парламент Российскую Республику самый лучший Из этих всех, да Потому что у нас штраф легитимности Самое большое снижение Легитимность от уровня влияния Самое лучшее Именно ее теократию нам Помешает потом какие-то другие законы проводить И теперь давайте поговорим о том Что мы хотим, как бы, говоря В первую очередь, да, отменять Или наоборот проводить Сто процентов мы хотим менять Убирать крепостное право, рабство Это просто первые приоритеты Точно мы хотим дальше Менять нашу торговую политику Если она у нас изоляционизм И традиционализм Вот это четыре вещи Которые мы однозначно хотим менять с первыми Если у нас их всех нету То мы хотим Нашу экономическую систему Переставлять свободную конкуренцию Торговую Потом в протекционизм И затем уже Делать образование себе Делать здравоохранение себе И там уже как получится Что у вас в стране Собственно говоря Больше процветает Там мы примерно Одновременно По важности Хотим Детский труд отменить Добавить Трудящимся Регулирующие органы Чтобы повысить тоже Рождаемость Ну Как бы снизить смертность На самом деле Свободу слова Внутренняя безопасность Армия Полиция В зависимости от того Нужна ли вам армия полиции На текущий момент И допустим Чиновников Если у вас не хватает бюрократии Примерно такие приоритеты По институтам Прямо сейчас у меня всех нету Поэтому откроем игру Где они у меня есть Во-первых Вы хотите повышать колонии Если вы прямо сейчас колонизируете Во-вторых Вы точно хотите повышать образование До максимума И здравоохранение до максимума И затем уже Еще снижать Смертность от опасных условий работ Все остальное Примерно по ситуации То есть Уменьшать радикализацию Или допустим Повышать лайлистов То вы хотите по ситуации То есть на то Что у вас сейчас Срочно происходит На этом я думаю Все С вами был Лапгей Обязательно подписывайтесь Чтобы увидеть Новое обучающее видео Посмотреть какие-то стримы На которых тоже можно Много чему научиться И просто серии прохождений Обязательно Оставляйте комментарии Если вы со мной согласны Если вы не согласны Если у вас еще какое-то Свое мнение Можем пообщаться И возможно найти Кажется для себя что-то новое Также обязательно Ставьте лайки И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok